Добрый день, меня зовут Александр Летов, я представляю боксерский клуб «Ударник». И сегодня мы рассмотрим три технических действия от Мэнни Пакияо. Именно Мэнни Пакияо я сегодня выбрал, потому что он левша, я также левша. И когда была активная карьера у меня, я подсматривал многие технические действия из его арсенала, в том числе и эти три действия. Любой боксер, и левша, и правша, может применить эти действия. Они не сложные, сегодня мы их рассмотрим. Первый прием Мэнни Пакияо, который я для себя заметил, это удар левый после обманного действия. Он двигает корпусом влево-вправо, без ударов, на дальней дистанции. Соответственно, ни соперник по нему достать не может, ни он не может достать. И он вот такими движениями приучает соперника, что удара не последует. Когда мы бьем удар дальней рукой, левый, у левши, правый, у правши, мы находимся здесь вот в заряженном положении, поворачиваем корпус, пробиваем. Вот из такого положения бить уже дальней рукой уже поздно. И соперник уже, когда мы здесь оказались, он уже расслабляется, он не ждет этого удара. Соответственно, Пакияо двигает корпусом, перемещается, там раз пять-шесть, он вот так вот подвигался, маятник покачал, переместился на переднюю ногу. Вот в этой позиции соперник расслабляется, и после этого он кидает левый прямой. Удар не сильный, не нокаутирующий, но неожиданный и неприятный. Двигается, 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 сел, раз, и часто уходит в сторону за переднюю ногу, потому что вот в этой позиции он, естественно, проваливается, у него голова улетает вперед, здесь его могут наказать. И правым прямым можно его, можно пропустить, и слева можно, поэтому он всегда уходит в сторону. Вот качает маятник, качает, качает, сел, раз, кинул, ушел в сторону. Ну и чтобы не нарваться на левый боковой, уходит вниз, опять же, чтобы слева его не встретили. Качает, качает, раз, ушел в сторону. Можно этот удар наносить просто как начало атаки, а можно наносить его под джеб соперника. То есть он ждет здесь, соперник кинул джеб, и он как раз поймал момент, уже находясь здесь, кинул, ушел в сторону. Вторая фишка, видел это только один раз, в одном бою у Пакияо против Рики Хаттона. Сам применял этот удар неоднократно, но с какими-то очень крутыми мастерами это работало плохо. С кандидатами, разрядниками этот удар проходил. Это финальный удар, которым он нокаутировал Хаттона. И если посмотреть это в очень-очень замедленном повторе, прям доли секунды вот разбить, то там можно увидеть, в чем была фишка этого удара. Там Хаттон стоял в стойке, держал руку у подбородка, и в момент нанесения удара он руку опускает вниз, и удар приходится точно в челюсть. То есть он прям под удар руку опустил. Почему он это сделал? Первый, второй раунд Пакияо, ну он вообще бил в этом бою все, что хотел, но были у него удары в корпус, были удары в печень. То есть он пробивал вот эти апперкоты в печень, ну и много чего другого. И вот в этом финальном ударе, там была комбинация. Чуть-чуть оттянулся назад и опустил руку вниз для нанесения, вот первое движение было длинный апперкот по печени. То есть опустил руку вниз, смотрел на корпус и пробивал вот этот удар. И после первых вот этих движений, после первых мгновений он траекторию изменил на боковой удар. Соответственно, Хаттон держал руку вот так же, как Виктор, очень собрано. Но в момент вот этого ложного движения он руку опустил. Но он не согнулся, он стоял ровно достаточно. То есть Хаттон вообще не сгибается, он такой ровно стоит достаточно. Просто руку взял, опустил. Вот раз, и траекторию поменял. Вот я покажу это фронтально. Вот он стоял, оттянулся, руку опустил, идет удар вроде бы снизу, и траектория меняется в последнюю секунду. Вот это реально работает, соперник убирает руку. Третий технический элемент у Пакияо, который мне больше всего нравится, это джеб и повторная контратака. Но он ее проводит не совсем стандартно. То есть по классике, мы когда бьем этот удар, мы бьем джеб, затем проводим оттяжку небольшую, может быть даже без шага назад, просто корпус немного оттягиваем, пробиваем двойку. Пакияо делает вот эту паузу, он делает ее просто минимальной. И если смотреть это в режиме реального времени, то выглядит это как почтальон. Правый, правый, левый. Но там между двумя джебами есть пауза. Из-за этой паузы соперник немножко расслабляется. Ему кажется, что после джеба атака закончена. Затем происходит микро-пауза и вылетает вот эта двойка. Джеб, раз-два. Мне показать это сейчас будет сложно, потому что я не обладаю такими скоростными качествами, как Мэнни Пакияо. Но если посмотреть его бои, посмотреть его бой с Шейном Мозли, где он его в нокдаун отправил, посмотреть бой с Маркесом все четыре боя, там эта комбинация постоянно вылетает. В первом бою с Маркесом Пакияо отправил в первый нокдаун Маркеса именно этой комбинации. Джеб, небольшая пауза, раз-два. Отправил в нокдаун. В этом же раунде был еще второй нокдаун. Третий нокдаун. Бой могли остановить, но продолжили. И мы увидели четыре боя, и Пакияо постоянно бил эту комбинацию в огромном количестве против всех соперников. И Маркес за четыре боя он уже просчитал Пакияо, он уже знал, что он бьет эту комбинацию, он готовился под эту комбинацию. И ирония судьбы в том, что Пакияо был нокаутирован как раз нанося эту комбинацию. В четвертом бою он кинул вот этот джеб обманный, показал его, затем взял вот эту паузу, и когда начал наносить, там прямой был, там был прямой такой удар. Да, 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 такой, да. Кинул, затем пауза, и когда начал наносить второй джеб, вот здесь ему прилетел вот этот правый, и он был нокаутирован. Но это вот единственный раз, когда его так наказали. То, что его вот нокаутировали, это не показатель, потому что это работало у него в огромном количестве боев. То есть мы бьем не джеб, оттяжка, раз-два, а бьем джеб, пауза, раз-два, джеб, джеб, микропауза, раз-два. Вот после первого обманного джеба соперник на долю секунды расслабляется, и вторую двойку он уже может не ждать.